Да, я уже замечал. Любовь к камням, к чёрным камням, она далеко не говорит о том, что ты не мужчина. Естественно, я не сам их туда лепил. Да, я сам их туда налепил. Я люблю чёрные камни. Что нравится? Ты сел, твое первое впечатление. Я сел на удобное кресло. Передо мной большой руль. О-о-о. Что? Где мои маракасы, бим? Ну-ка, дай-ка, подожди. Ты не влезешь? Да я попробую влезть. Так, ну-ка. Ну что-то, ты знаешь, мне совсем стало тесно в голове. Я как-то упираюсь. Слушай, ну вот так вот водить как-то не особо хорошо. А, я думаю, надо ехать вот так. Слушай, ну кто-то возит, я не знаю, фуражку полицейскую, кто-то вот шляпку. А кто-то... Ну что, давай к делу. Попробуем завестись. На старт, внимание, марш. Марш. А как тебе звук? Что-то тихо. Бумер должен орать, рычать. Ну попробуй порычай. Вау. Ну что-то кота так. Ну может быть так и должно быть на БМВ, бог знает. Дим, давай тогда ты продолжишь привыкать. Я тебе еще предложу выполнить несколько заданий. И уже только после мы поедем в город. Давай попробуем. Ребят, ну как первое впечатление о машине? Надежный, мне кажется, аппарат. БМВ. Старенькая, но БМВ. Понятно. Ну то есть, в принципе, вы довольны, да? Да вполне. Отлично. Давайте выполним несколько заданий. Проверим сцепление с дорогой. Машины разные, разный вес, разный привод. Ага. Ну что, попробуем разогнаться и посмотрим, что у нас получится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И развернуться, да? Упс. Как в каком-то, я не знаю, мега старом самолете. Упс. Стопарики. Проблема этого автомобиля, что при резком повороте она слегка заваливается, так как она повыше будет. В принципе, все. О, ну мы едем. Ну, целиком развернуться не получилось. Может, еще раз попробовать? Что-то у меня не получилось. Не могу разобраться с коробкой, мне непривычно. О. Ну да, это подинамичнее и пободрее. Мне это больше нравится. Сложности были, да. Сложно с трактора пересаживаться на нормальный автомобиль. Ну что, первое испытание. Нива, конечно, показала, что нужно быть с ней максимально аккуратным. Это тебе не BMW в 16-летней выдержке. Давайте сделаем второе задание. Готовы? Угу. Мы выполним параллельную парковку максимально близко к бордиру со стороны водителя. Угу. Я понимаю, что, в принципе, для опытного автомобилиста это плевое дело. Но, тем не менее, габариты, да? Поехали. Поехали. Такое ощущение, как будто я сижу где-то на асфальте. Ну, пробуем. Ну, положим, что так ручник не работает. Сантиметров 10, наверное, будет сейчас расстояние. Ну, давайте выйдем, посмотрим. Так. Вылезать из бумера посложнее, чем из Нивы. Ну, в принципе, мне кажется, я справился. Достаточно близко. Ну, это не настолько сложно, как это кажется на первый взгляд. Так, ну, а теперь парковочка, да? Давно я этого не делал. С нашими пробками. Ну, чувство габаритов – это дело времени. Собственно, я не смог понять ни с первого, ни со второго раза, какие у него габариты, поэтому и не получилось припарковаться. Леша, у тебя еще есть шанс отыграться. Там сейчас будет задание для нормальной машины, приспособленной к бездорожью. На самом деле, с бездорожью мы сталкиваемся каждый день, даже выезжая из Дуара, например, да. Но мы попробуем заехать на бордюр. Давайте только не… нужно не оторвать бампер, да, бампер? Ну, как бы желательно, да, сохранить все в целости и сохранности, но… Ну, если что, я тебе его в багажник положу. Договорились. Поехали. Увезешь с собой. Препятствие, да? Я думаю, что мы с ним справимся очень легко. Первая скорость. Первая скорость. Руль прямо. Газ в пол. Ну, не знаю, посмотрим. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так. О, нормально. Даже не ожидал. Очень страшно, на самом деле. Но что поделать? Оба! Классно! На самом деле, классно я отвык. Отвык, что так можно делать? Так. Оп. Нормально. Работаем, работаем. Оба! Огонь! Понравилось абсолютное бесстрашие этого автомобиля. Во-первых, ее не страшно и не жалко сломать. Во-вторых, она реально пройдет через какое-либо такое препятствие. Мы это сделали легко и без принуждений. Вообще, на самом деле, страшно это делать на такой машине, потому что низкая. Безумно страшно. Нет, я сначала выйду даже посмотрю. Так, ну посмотрим. Да не, этот бордюр машины не переедет. Слишком низко. Я отказываюсь. Жалко. Ну, если бы BMW была моя, не знаю, 10 раз подумал бы, наверное, перед этим. Скорее всего, нет. Результаты двух этапов программы показали, что скромный на первый взгляд русский автомобиль не так прост, как кажется. Нива отлично подходит для бездорожья, а ее невысокая цена позволит вам безжалостно эксплуатировать этот автомобиль. Однако впереди самый сложный этап программы. А это значит, что у немецкой машины еще есть возможность пощеголять на дороге и показать, на что способна добротная иномарка. Далее в программе. Алексей и Дмитрий на дорогах Москвы. Что помешало Леше разобраться с управлением Нивы? И почему автомобиль так напоминает парню трактор? В чем главное достоинство BMW? И почему русские автомобилисты все чаще выбирают иномарки? А также в чем главное отличие двух и без того непохожих автомобилей? В проекте «Тачка с правом передачи». Ранее в программе. Герои на один день обменялись автомобилями. Поклонник отечественного автопрома Дмитрий сел за руль бумера из лихих 90-х. А стиляга Алексей получил ключи от красной Нивы «Шевроле». Оба героя обкатали машины на площадке. А впереди самый сложный этап программы. Поездка по городу на чужом автомобиле. Простегните ремни. Поехали. Немножко я здесь еще пока не понял по поводу набора скорости. И когда нужно вовремя включать передачу. Сейчас было пару попыток, неверных попыток включиться на повышенную. Сейчас думаю, после этого светофора исправлю положение. Ну и все-таки пойму. Мы же не на тракторе, правильно? Ну так, не спеша мы начнем. Тихонечко. Поворот ощущается не так, как у себя. Но это, наверное, именно в силу привычки к своему автомобилю. На чужой машине ездить непривычно. Не, ну это не значит, что машина плохая. Все-таки БМВ, Германия. Ух, как заваливает-то, да? Чувствуете, да? Да. Ух, понеслась. Чувствуется то, что и пошире, и повыше. В этом есть, я так понимаю, определенный смак. Потому что ты можешь преодолеть какие-то препятствия. Ну и, в принципе, обзор гораздо интереснее. Но, черт возьми, все-таки удобство, комфорт. Это, конечно, несопоставимо с немцами. Хотя войну они нам проиграли. Тут такой достаточно брутальный, мужской, хардкоровский вариант. Сколько, по-моему, 80 лошадей, да? Но оно и видно, что поделать. На рыбалку, на охоту, по грибочке, по ягодке. Там разгоняться не надо. Она разгоняется как-то не особо. А хотя нет. Нормально. Ну-ка попробуем. Смотри, яично. Превосходно. Тормоза хорошие, нормальные. Педаль газа такая плавненькая, я бы сказал. Не, но все равно ездить можно, и машина ведет себя хорошо. Главное, удобно сидеть. То есть такой диван хороший. Согласно статистике, в 2014 году самыми надежными в мире автомобилями были признаны машины марки Toyota. Как уверяют эксперты, если проблемы с ними и случались, то они обычно касались информационно-развлекательных систем. А вот самым ненадежным, как ни странно, стал седан Mercedes CLA 250. В этой машине предусмотрено огромное количество примочек. Именно они и дали сбой. BMW, значит, вау, такой стереотип, например. Нужно ее холить, лелеять, облизывать. Зачем, ребята? Да, было круто раньше иметь бэху по самой крутой на дороге, но сейчас это абсолютно не показатель. Я считаю, что машина должна служить человеку. Кстати говоря, вот по поводу музыки я пытался тут включить, но что-то как-то у меня не очень получается. Да. Будем петь сами. Поедем, красотка, катать. Сейчас посмотрим. Я так понимаю, это рэп, да? О, сразу до мозга достает. Нет, классная тэшка. Я бы взял. Так, лежачий полицейский. Ну что, мы все любим полицейских, поэтому проедемся по ним с удовольствием. Нормально преодолеваем полицейских. Одного нам мало, вот второй, да. Почему бы нет? Оп, оп, нам не привыкать. Прыгать на полицейских. Опа. Мы ко всему привыкаем, и к шевиниве тоже. Ну что, вам понравилось езда по городу? Достаточно непривычно. Мы очень редко ездим по городу. Но сегодня особенный день. Мало того, что ты наконец-то выехал в город, так еще и на Невишу. Еще и на тракторе. Да, 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 еще и на тракторе. Нет, Дим, на самом деле тачка зачетная в плане проходимости. То есть, само собой, ты не разгонишься, ты вальяжно не покайфуешь где-нибудь в левом ряду. Но, тем не менее, я думаю, это достаточно надежный аппарат. Как ты говоришь, выезд за город, самое оно. Ну, как раз по нашим пробкам только и гонять. Ну да, сверху. А у меня впечатление, если справа, там, сзади, сбоку, спереди нет машины, она офигенно разгоняется. Динамичный, хороший автомобиль. Ну, я бы еще покатался с удовольствием. Да? Да. Так, может быть, и не будем менять назад? Ты будешь гонять на BMW, а ты, может быть, полюбишь выезды за город, купишь гитару, отрастишь бороду, наконец. Слушай, почему бы и нет? Потому что, все-таки, я считаю, мы один раз живем, и необходимо делать такие поступки. Диман, если нравится, забирай, я не против. Да без проблем. Что, это серьезно? Серьезно. Это первый раз, когда не оставили себе машины. Слушайте, ну, подождите, я растерялась. Ты готов ездить реально в салоне, обклеенном черными стразами? Нет, скажи мне, что скажут твои друзья-барды? Да нет, на самом деле, я прирос уже к своей Ниве, поэтому менять я ее не хочу. О, ты включаешь заднюю. Да, я включаю заднюю по полной программе. Подожди, вы же только что поменяли. Но BMW – превосходный автомобиль. Только обрадовалась, думаю, наконец-то, наконец-то, хоть какой-то эксперимент состоялся, и они решили обменяться тачками. Ну, вот твой дерзкий, понимаешь, это дух авантюризма, вся эта твоя молодость и дерзость. Главное, корню буквально обрублено. Ну да, моя молодость. Любителям загубили. Ну что, мы меняемся или нет? Ну что, мы меняемся или нет? Ну, я-то свое слово сказал, ты смотри, как хочешь. Не, я на бумере еще покататься хочу. Ну что, впервые в проекте «Тачка с правом передачи» участники оставили тюжи автомобили себе. А если вы хотите экспериментировать, делайте это с нами. Шляпу, шляпу, Диман, это мой талисман. Да это не открывается. Ладно, тормози поаккуратнее, потому что тормоза, бывает, не работают. Еще ручник скоро вылетит, и разберешься. Разберусь. Опа! 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 Продолжение следует...